Добрый день, дорогие друзья! Вы в гостях у канала Поделки Самоделки и с вами я, Татьяна. И сегодня я вам предлагаю посмотреть, как можно сделать очень красивую вазу. Я пыталась ее сделать в виде формы бутона, но насколько это хорошо получилось, судить вам. Давайте посмотрим, как ее сделать. И сделать, как всегда, просто. Берем две бутылки однолитровых от Кока-Колы, покрываем их спреем с эффектом замороженного стекла, одну полностью, как видите. Среднюю часть вырезаем, у второй только нижнюю часть покрываем, а серединную верхушку выбрасываем. Это тоже отрезаем и выбрасываем. Это у нас будет ножка, а с остальными, с верхними частями поступим следующим образом. Примерно полтора сантиметра или одну третью часть вдоль этой линии, уже фабрикой сделанной, мы намечаем точечки. И сейчас мы начнем вырезать лепестки, чуть-чуть забирая эти точечки, чтобы их не было видно на нашей будущей розе. Сначала я иду в одну сторону, примерно с середины секции начинаю и чуть ниже точечки заканчиваю прорезать. И таких секций, таких лепесточков у нас получится пять. Теперь иду в обратную сторону, уже изнутри бутылки. Я точно так же поступила и с ножкой нашей будущей вазы, просто я ее не показала, как вырезала, а здесь я, как видите, показываю все очень подробно. Кстати, очень многие просят показать прям все в точности, как я выполняю. Ну, буду стараться в будущем сделать это как можно проще. Теперь немножко подровняем. Уже от центра я прорезаю и делаю края розы более такими закругленными. Опять-таки сначала иду в одну сторону, просто так удобнее. И перевернув, иду в другую сторону. Эта ваза тоже годится, как поделка в школу или в детский сад. У других мамаш челюсть точно будет лежать непонятно где, когда вы принесете такое чудо. Ну, давайте посмотрим дальше. У одной из нижних частей я обрезаю верхнюю часть. Видите, она будет у нас вставляться в целую. Это так в будущем будет выглядеть наш цветок. Теперь берем две губки. Я ее обрезала такую по кругу, зажала прищепкой. Вторую сделала чуть поменьше. Также прищепкой. Прищепкой для того, чтобы не испачкать руки. Вот они, две. Теперь берем удобную нам емкость. Наливаем туда белой акриловой краски. Губка сначала была намочена, хорошо отжата. И теперь я покрываю лепесточки сверху. Посмотрите. Теперь маленькой губкой я прохожусь по низу, чтобы растушевать внизу белый цвет. Я не покрываю сразу все лепестки, не более двух, потому что акриловая краска очень быстро сохнет. Вот когда не надо, она прям сохнет, прям моментально. Так что полтора-два лепесточка и не больше. Побольше на края и поменьше внизу. Вот видите, немножко растушевываем, чтобы получилась такая снежная граница между белым светом и замороженным стеклом. То же самое мы делаем с нижней частью. Но здесь я сделала сразу все секции покрыла, потому что часть очень маленькая и делается все это быстро. Губка у меня уже, видите, слегка покрашенная, потому что я пробовала на вставке. Репетировала, так сказать. Но сейчас вы увидите весь процесс. Видите, теперь на половину губки, на одну половину я нанесла оранжевый цвет, а второй остался у меня белый. И теперь вот наношу на ножку вот этот оранжевый цвет. Так, теперь пусть сохнет. То же самое мы проделываем и самым главным бутоном с основной частью вазы. Наношу я оранжевый цвет. И потом маленькой губкой внизу я растушевываю все. Лишнее то, что выступает за края, тут же нужно вытирать, пока не высохло. Чтобы изделие ваше выглядело очень красиво. Опять немножко растушевываем. Теперь оранжевую часть оставим в покое, но на белую часть мы немножко нанесем, макнем в такой розоватый цвет, немножко малиновый такой. И сделаем такой вот, видите, дизайн. Трехцветный. Белый, оранжевый и слегка малиновый. Я не художник, не знаю, как правильно называются эти цвета. Поэтому, в общем, делала, как душа хотела. Многие возмущаются, что я делаю такие вазы. Вернее, не многие, а некоторые. Ну, если они не понимают ничего в искусстве, пусть. И я их прощаю. А я сделала, получила удовольствие и могу спокойно выбросить. Никогда не храню эти вещи у себя дома. И никогда ими не пользуюсь. Она, эта ваза у меня постоит немножко, 2-3 дня. И все. Так, ну, теперь прорисовываем самые края. Я взяла маленькую кисточку. Вот. И вот такие полосочки, штрихи я наношу. Даже не знаю, как их назвать, чтобы больше это было похоже на лепестки. Ну, наверное, настоящий художник сделал бы намного лучше. Они знают, как рисуются лепестки. Они более внимательные. Они учились этому делу. Вот такие маленькие-маленькие полосочки. Вот так это будет выглядеть. То же самое мы делаем с основным бутоном. Также наносим красочку, эту же малиновую, по краям. Полностью, по всему кругу, везде. Так вот, аккуратненько. И так же вот я сейчас переворачиваю и рисую маленькие такие штрихи. И так я поступаю по всей окружности. Вот они, готовые части. И вот она, третья вставочка. Теперь нужно соединить ножку с самым главным бутоном. Я это делаю с помощью горячего клея. Подоносите аккуратно. Его практически не видно. Ну и теперь, что не хватает нашему цвету? Конечно же, листик. Теперь мы опять акриловую краску зеленого и желтого цвета я взяла. Плоскую кисточку. Сначала предварительно я ее намочила. Хорошо отжала. И посушила об бумагу. Об полотенце бумажное. Вот видите, нанесла на один кончик один цвет, на другой другой. Растушевала. И теперь вот рисую листики. Листики вот на каждой секции. Таким вот простым движением. Слегка волнистым. Сначала красим листики. Вернее, рисуем листики. На самом бутоне. Теперь на ножке. Не очень удачно стоит камера. Прошу прощения. Не видно, как идет сам процесс. Но в следующий раз я учту. И сделаю намного лучше. Постараюсь. Можно прорисовывать по два, по три, да хоть по десять раз. Если у вас с первого раза не получилось. Нанесите просто следующий слой сверху. Вот я прокрашиваю там, где мне нет краски. Где краска не попала. Ну и сейчас наступает самый интересный момент. Как закончить эту вазу. Так, есть все, все листики. Берем мы вставочку и вставляем так, чтобы лепестки внутренней части были посередине. Видите, как в шахматном порядке. Ничего я не клеила, просто вставила. Потому что я сделала ее просто для красоты. Если хотите, можете ее использовать под какую-нибудь мелочевку. Если понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите ваше мнение. Оставьте его в своих комментариях. И приходите за новыми поделками, самоделками на канал. Пока-пока. Пока-пока.